Сегодня пришла интересная весть со стороны Security Exchange Commission, то есть это комиссия, американская комиссия по ценным бумагам, федеральное агентство, которое надзирает за торговлей ценными бумагами, Wall Street и всеми остальными сопряженными финансовыми структурами, торговлей акций, надзору по торговле акций и так далее. Весть заключается в том, что практически, если помните, был такой известный славянский пастор Виталий Корчевский из Пенсильвании, который получил 5 лет лагерей, так сказать, американских лагерей за инсайдерскую торговлю. Но сейчас практически Security Exchange Commission ставит точку в этом, жирную точку в этом деле, которая длилась практически 5 или 6 даже лет, с 2015 года, когда были арестованы просто, ну вот, около 10, наверное, человек, в основном наши славяне, христиане, славяне, беженцы по религиозным делам, так сказать, из Советского Союза. И вот в 2015 году, кажется, в августе этого года был арестован пастор из Пенсильвании Виталий Корчевский. Я напомню, суть дела. Значит, Леонид Мамоток, Аркадий и Игорь, братья, насколько я понимаю, дубовые, Александр Горкуша. И обвинения были предъявлены украинскому хакеру Александру Еременко, и российским хакерам, и кучей структур российских инвестиционных фондов, украинских и американских. По совместительству, я напомню, что Виталий Корчевский был пастором и в то же время брокером. У него была брокерская контора на Уолл-стрит, и он занимался вот как бы торговлей ценными бумагами. Как действовала эта схема? Очень просто. Значит, Виталий Корчевский, то есть эта группа под руководством Виталия Корчевского заказывала российским и украинским хакерам взламывать сервера компании Newswire, которая публиковала пресс-релизы таких корпораций, как Boeing, Starbucks, допустим, и ряд других крупных международных, по сути, компаний. Пресс-релизы, они вламывались в эти сервера, эти российские и украинские хакеры, нанятые вот этими вот нашими славянами, здесь инвесторами, так сказать, в Америке, да, и доставали эту ценную информацию, инсайдерскую информацию, то есть, допустим, вечером после 9 часов Starbucks тот же высылает пресс-релиз Newswire, компания, которая публикует на следующее утро или через несколько часов вот этот пресс-релиз, что, допустим, Starbucks изобрел, вот даже пофантазируем, Starbucks, допустим, выпускает пресс-релиз, где на чашечках будет написано Black Lives Matter или там LGBT Lives Matter или там, допустим, радужную какую-нибудь там, я не знаю, пиар-компанию в поддержку ЛГБТ в Калифорнии. И вот Маматок, Аркадий Дубовой, Гаркуша, Корчевский, вот эти все российские и украинские хакеры, пасторы, вот такая вот пасторы, хакерская такая группировка инвестиционная, да, мошенническая, она собралась, по сути, и решила, давайте-ка мы хакнем вот этот сервер этой компании, Newswire, и будем узнавать прежде всех новости вот ведущих глобальных мировых компаний каких-то. И, соответственно, как только они доставали эту информацию нелегальным, мошенническим образом, они узнавали прежде всех, прежде всех инвесторов на Уолл-стрит, какие акции компании, чьих, акции чьих компаний взлетят в ближайшие сутки, допустим. И это называется инсайдерская торговля, один из видов инсайдерской торговли. Так вот, в 2015 году их всех поарестовывали, ФБР, и предъявили им обвинение, им сулило там, ну, десятки лет тюремного заключения, и пять или почти вот шесть лет некоторые из них боролись, чтобы доказать, естественно, отпираясь в суде, что они не виноваты, друг на друга сваливали вину, там нанимали этих лощенных дорогущих лойеров, адвокатов и так далее. Но ничего не помогло. Я напомню, что Корчевский получил пять лет тюрьмы. Вот сегодня выходит это сообщение от Security Exchange Commission, то есть комиссии по ценным бумагам США. И их пресс-релиз сообщает, что, по крайней мере, вот эти вот одни из последних дубовые братья, я настолько понимаю, Аркадий и Игорь Дубовой. И они договорились о урегулировании вот этого дела. То есть они посмотрели, по сути, и сказали, ну, нет смысла бодаться с федеральной структурой, давайте-ка мы заплатим. И, значит, ранее они признали свою вину, и суд теперь вносит окончательное решение, значит, и установил вину в нарушении положения о мошенничестве, закона о ценных бумагах, ну и так далее, о биржах и так далее. Значит, и окончательное решение предписывают Аркадию Дубовому, Игорю Дубовому, значит, и другим обвиняемым сделать возмещение и выплатить процент, значит, который набежал. В совокупности денежные обязательства превышают вот этой вот группы, последней группы, которая проходит по этому федеральному делу, Аркадия Игоря Дубового и, насколько я понимаю, Леонид Мамоток, Александр Горкуша, Владислав Холубский и их ряд компаний, они обязаны теперь заплатить государству либо вот этим вот пострадавшим структурам 14 миллионов долларов. Это очень напоминает наши здесь калифорнийские дела, где ряд вот этих вот пасторов, ряд их каких-то там, я не знаю, друзей, родственников, пишут в суд бумаги, отпустите, помилуйте, вот мы были беженцами, кстати говоря, у Виталия Корчевского тоже там мы находим стопку просто таких рекомендательных писем, где указывается, что он пастор, что мы страдали в Советском Союзе вот от этих всех КГБ, преследований. И здесь в Америке они потрясают, перенося вот это на американскую власть, как будто бы думая, что американская власть, вот дурачки там сидят в судах, и они не понимают, что выносят, значит. В любом случае, что очень интересно также с дубовыми, это то, что я вот на самом деле не ожидал, но вот как только я копнул вот это вот дело дубовых, дело Славика Рачука, если помните, был, я уже теперь, наверное, так буду говорить, был такой известный евангелист пламенный Славик Рачук, который уехал, съехал в Украину и редко появляется здесь в Америке. Вот мы делали расследование, что его дети избили американца, опять же, какого-то, насколько я помню, афроамериканца, ну, неважно, не суть здесь, да, вот, они избили его битой, решили якобы проучить. И что интересно, многие говорят, вот типа, ну, это дети, дети из отца не отвечают. Это неправда. Очень скоро мы выпустим продолжение этого ролика, где мы покажем, что на самом деле мы покажем документы суда, документы, репорты полиции, сообщения полиции, где сообщается, что Славик Рачук сначала полицейскому сообщил, когда его первоначально опрашивали о преступлении об этом, видел ли он, он так сказал такие слова, я видел, как какой-то из моих сыновей ударил вот битой эту жертву, а потом он сразу же в разговоре с другим полицейским изменил свои показания, он сказал, что мне сказали. И изначально Славик Рачук был на самом деле подозреваем, не просто каким-то свидетелем, а был саспект, саспект номер 2, подозреваемый номер 2, но потом его перевели в разряд в ходе дела, в разряд свидетелей, ну и так далее. То есть там много на самом деле деталей, которые они не хотят, вот так называемые эти пасторы, чтобы мы публиковали, поэтому они ополчаются на нас. И мы будем продолжать. Я напомню, что за нас вступили серьезные американские структуры, и мы получили сотрудничество с крупнейшим журналистским сообществом, которое помогает нам в расследовании каких-то вот этих схем церковных, внутрицерковных, да. И просьба, высылайте ваши документы, высылайте, не молчите. Эта страна, смотрите, она состоит на, именно государство, это люди, это не полиция, это не правительство, это не сенаторы. То есть люди диктуют в этой стране, посмотрите на примере вот этого кризиса, который сейчас у нас несколько чувствуется в стране, да, с погромами, даже с митингами, протестами, когда люди в конце карантина практически вышли, и полиции диктуют, что делать. Даже арестовали вот этого, по сути, преступника, Джорджа Флойда в Миннесоте, да, удушили его. Он же, по сути, преступник. Как бы, как вы его, американцы, защищаете? Но американцы, нет. То, что он преступник, это одно. А полиция не имела права, допустим, его удушать таким приемом. И поэтому я призываю, учитесь от американцев. У них есть чему поучиться. Действительно, демократия, это народ, когда вышел толпой, пусть с погромами где-то, пусть где-то стрельбой, но он вышел, и полиция, и правительство, и суды, и конституционные суды, какие бы они ни были, и президент уже считается с этим. И власть меняет, меняет свое мнение, мгновенно просто. Поэтому это не Россия, не Украина, где вы скажете, а, и бесполезно, там, у Путина МВД, у Путина там ГРУ, СБУ там и так далее. Нет, это страна, менталитет другой. Мы видим на этом примере, какие бы пасторы не были зажравшиеся, простите меня, какие бы пасторы не были лощеные, миллионеры, миллиардеры. Медов возьмите, то же самое. Их сажают в тюрьмы, их лишают, их жирка срезают, потому что на самом деле, ну, нельзя до такой степени зарываться в преступлениях своих, и плевать на закон, и плевать на людей, и на народ этой страны. Подписывайтесь на наш канал, жмите лайк, делитесь, комментируйте, и высылайте своим друзьям, знакомым и родственникам, распространяйте эту информацию, и пишите нам. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok